МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите сегодня выпуски. На заседании комитета депутата обсудили поправки в проект бюджета Сарова на следующий год. Командующий Приволжским округом Росгвардии Александр Порядин посетил наш город с рабочим визитом. Просветительская акция «Всероссийский исторический кроссворд» прошла в библиотеке имени Маяковского. Подробности далее. Реконструкция или капремонт. Еще в 2019 году на согласительной комиссии народные избранники и представители администрации пришли к соглашению. Проект у реконструкции стадиона 12-й школы быть в следующем году. Однако время шло, а проект так и не появился. Пункт о забытом стадионе обнаружился в плане бюджета на 2022 год. Только средства заложили не на реконструкцию, а на капитальный ремонт и разработку ПСД. У нас была программа именно реконструкции школьных стадионов, рассчитанная на 5 лет. То есть мы на 2020 год должны были закончить все школьные стадионы, которые мы запомнили. 16-е, 14-е, 7-е, 19-е, 12-е. То есть на сегодняшний день мы за последствием сделали только две площадки школьных стадионов. Поэтому о том, что идет параллельный процесс школьной стадионной пристройки, я вообще первый раз слышал. У нас была программа конкретная по реконструкции школьных стадионов. О школьной пристройке впервые слышит не только Андрей Владимирович. Для всех народных избранников это стало новостью. Администрация отклонила поправку о реконструкции, так как в 2023 году 12-й школе планируют построить начальную школу для 300 учащихся. Заявку на строительство отправили в Министерство образования еще в 2019 году. Но ответа, включат ли объект в госпрограмму новых мест в общеобразовательных организациях, так и не получили. Мы его сделали хоть какой-то там, ну через двух, так далее, с каких-то денег отравили. С 2009 года проект уже при ней реализовывали. Это раз. Он с инфицирующим нормам. Проект через три года после его изготовления и передачи заказчику устаревает, требует актуализации. Это два. Если у нас будет возможность построить там нормальный стадион за деньги областного и не федерального бюджета, то я считаю, что это наиболее приоритетный способ развития ситуации. К следующему заседанию депутаты запросили полную переписку с Министерством образования с 2019 года. Еще одним камнем преткновения в бурных дискуссиях стала поправка Ивана Ситникова о разработке ПСД для Северного парка. А именно 90 гектар лесного массива в границах улиц Березовой, Молодежной, Нижегородской и Раменской. Однако сначала территорию нужно обследовать. Возможно, там есть редкие растения. Это запрещенный период. Еще раз повторяю, в городе должно быть оккультурное пространство. Если кто-то там бывает, то тебе, Михаил Михайлович, правильно сказал. Но если там приезжали люди, проходили, когда не открылся 4-й КП, вот на этой дороге, которая, ну, товарищи, демонстрация, там вы же ролеры, мамы с колясками, велосипедисты и так далее и тому подобное. Дорога открыта, сейчас по ней гулять нельзя. Так люди ходят по периметру вот этого лесного массива, вот идут на Горбулан, боком, столько людей ходят. Районы большие, не хотят прогуляться. Последним вопросом повестки народные избранники обсудили поправки и путем голосования выбрали те, что отправят на согласительную комиссию. В качестве источника финансирования этих поправок могут стать 57 миллионов, выделенные из местного бюджета на строительство газопровода высокого давления от ГРП-14 до ГРП-16. По новому закону финансирование подобных проектов – обязанность газоснабжающих организаций. Налоговый вычет – это возврат налога на доходы физических лиц. Оформить налоговый вычет могут только граждане с официальным местом работы, которые уплачивают подоходный налог в размере 13%. Возврат можно оформить при расходах на покупку недвижимости, образования или лечения. Налогоплательщики имеют право заявить имущественный вычет. Этот вычет предоставляется, когда физическое лицо приобретает жилье, квартиру, комнату или жилой дом. Также имеют право на получение социальных вычетов. Социальные вычеты предоставляются в том случае, когда человек потратил деньги на лечение или образование для себя или детей. Проверка налоговой декларации проходит в течение трех месяцев. После этого деньги поступают на счет налогоплательщика. Также нужно помнить, что возврат налога на имущество можно использовать один раз в жизни. Нужно приготовить пакет документов. Это документы, подтверждающие расходы понесенные. И предоставить в инспекцию налоговую декларацию по форме 3НДФЛ. Можно обратиться лично, предоставить документы и декларацию, а также отправить декларацию через личный кабинет налогоплательщиков. По всем интересующим вопросам обращайтесь по телефону 3-48-37 или по телефону контакта центра 8-800-222-22-22. Правительство выделило еще 5 миллиардов рублей на страховые выплаты медицинским работникам, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Координационного совета. Он отметил, что в условиях пандемии медики продолжают круглосуточно помогать заболевшим коронавирусом. И, к сожалению, сами рискуют заразиться. В инициативе президента дополнительные страховые гарантии предусмотрены для врачей, среднего и младшего персонала и водителей скорых, если они сами заболевают ковидом при оказании помощи больным. 932 тысячи россиян с коронавирусом продолжают находиться под наблюдением медиков, рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко. В стационарах страны развернуты 250 тысяч коек. Много пациентов остаются в тяжелом состоянии. Также на заседании Михаил Мурашко доложил о том, как в России проходит прививочная кампания против COVID-19. Всего вакцинировано на сегодняшний день более 70 миллионов граждан. И что положительно за прошлую неделю можно оценить, в структуре вакцинированных увеличивать количество лиц старше 60 лет. Из-за быстрого распространения нового штамма, который на днях обнаружили в Южной Африке, Россия ограничила авиасообщение и въезд для иностранных граждан ряда стран. Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что штамм «Микрон» более заразный и необходимо соблюдать все меры предосторожности. С учетом особенностей нового штамма «Микрон», его повышенной заразности и потенциальной способности вызывать гораздо более быстрый ответ организма, нами принято решение ограничить срок действия ПЦР-теста не 72 часами, а 48. Случаи заражения «Микроном» выявлены уже в 20 странах мира. В связи с этим Анна Попова призвала россиян провести новогодние праздники дома. В декабре в России начнет действовать экстерриториальный принцип работы органов записи актов гражданского состояния. Граждане смогут обратиться в любой ЗАГС, чтобы оформить свидетельство о рождении ребенка, получить справки и повторные свидетельства, внести изменения и исправления в актовые записи, восстановить или аннулировать их. Как подчеркнул председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, особенно важными новые принципы могут оказаться в тех случаях, когда необходимо оперативно восстановить документы. С 30 декабря банкам запретят заранее проставлять в кредитном договоре отметки о согласии заемщика на оказание ему дополнительных услуг. Своё согласие заемщик должен будет подтвердить собственноручно. Кроме того, поправки устанавливают так называемый период охлаждения в 14 календарных дней на любые дополнительные услуги, если заемщик был вынужден приобрести их вместе с заключением договора кредитования. До этого возможность отказа от услуги без значительных финансовых потерь применяли лишь для страхования. С 1 декабря Центральный банк получит право на внесудебную блокировку интернет-сайтов мошенников. Цель – пресечь попытки взлома информационных систем банков, профучастников рынка ценных бумаг, некредитных финансовых организаций. Согласно новым правилам, мошеннические сайты будут блокировать по инициативе регулятора во внесудебном порядке в течение нескольких дней. Также с 1 декабря провайдеры, которые оказывают абонентам услуги по доступу в интернет, исключение оказания услуги с использованием спутниковых сетей связи, обязаны бесплатно обеспечивать доступ к сайтам, информационным системам и программам, которые включены в перечень отечественных социально значимых информационных ресурсов. В список сайтов с бесплатным доступом входят портал госуслуги, сайты президента, правительства России, Советы Федерации, Госдумы, всех министерств и ведомств, сайт администрации регионов. Пользователи также получат бесплатный доступ к ряду соцсетей, мессенджеров, СМИ, банков, а также к сайтам доставки и маркетплейсам. Использование опции потребует ее активации абонентам. В Саровскую воинскую часть с рабочим визитом приехал командующий Приволжским округом Росгвардии генерал-полковник Александр Порядин. Он наградил военнослужащих государственными наградами, а также подвел итоги боевой работы Саровской дивизии. Я желаю вам в дальнейшем только идти вперед, в совершенство себя, не утерять на высокое звание вашего соединения, не потерять позиции и только с каждым годом вперед-вперед. Государственные награды получили военнослужащие, которые отличились при выполнении боевых задач. Медали за мужество, отвагу и самоотверженность вручили троим героям. Генерал-полковник Александр Порядин отметил их добросовестную и высокопрофессиональную работу. За мужество и отвагу, проявленные при выполнении со служением боевых задач на СССР Кавказском регионе. Чувство гордости, радости, уважения за коллег при выполнении боевой задачи. Граждане за усердие и инициативу при выполнении права ликвидации пожаров при лизе охраняемых площадок города Сарова. Чувствую гордость, радость. Считаю, что наши действия – это пример для будущего поколения. Торжественная церемония завершилась праздничным концертом военного оркестра Саровской дивизии. Осенний призыв в самом разгаре. Девять сыровчан уже пополнили ряды российской армии. Большинство призывников остаются в Нижегородской области. Однако на распределении будущих солдат могут отправить в любой уголок необъятной родины. Официально призыв закончится 31 декабря. До этого времени на службу из Сарова призовут еще около 15 человек. Армии я не боюсь, потому что я считаю, что это долг каждого гражданина отслужить. Что я ожидаю от армии? Укрепление своего физического и, самое главное, морального здоровья. С армией свою дальнейшую жизнь я связывать не планирую. Дальше планирую жить обычной гражданской жизнью. В этом кабинете должно было собраться семь призывников. Но в последний момент у одного из ребят ПЦР-тест показал положительный результат. Мероприятие прошло в неформальной дружеской атмосфере. К юношам обратились представители духовенства, общественных организаций и администрации. Вы научитесь быть более дисциплинированными, выносливыми и мужественными. От всей души хочется пожелать вам мирных армейских будней, крепкого здоровья и, конечно же, успешной службы. И помните, что вас дома ждут по-настоящему близкие, родные и любящие вас люди. Хорошей службы, парни! После напутственных слов ребятам вручили памятные призы. Завершили мероприятие коллективной фотографией на крыльце военкомата. Концерт воспитанники и преподаватели детской музыкальной школы имени Балакирева готовили сами. Писали сценарий, подбирали номера, чтобы в канун праздника порадовать и поздравить своих самых близких людей – матерей. Со сцены звучали песни, дети играли на фортепиано, гитаре, балалайке и других инструментах. Мама – самый дорогой человек. Она дарит нам жизнь и отдает всю свою заботу, любовь и нежность. Быть мамой – тяжелейшая работа, которая начинается с момента появления малыша на свет и продолжается всю жизнь. Я поздравляю всех мам, всех бабушек, свою бабушку. Хочу, чтобы они были здоровыми, сильными и крепкими и помогали другим. Я бы хотела поздравить в первую очередь свою маму и всех женщин на этой земле, потому что они сильные и независимые. Я бы пожелала им здоровья, счастья и побольше любви. Воспитанники детской музыкальной школы имени Балакирева на сцене библиотеки имени Маяковского выступают два раза в год – в День матери и в Международный женский день. У нас дети очень любят выступать здесь, в библиотеке. И всегда говорят, что здесь очень такая уютная домашняя обстановка. Они здесь меньше как-то волнуются. Ну а мамы, мамы, бабушки, они очень любят ходить сюда на концерты и смотреть, естественно, на своих детей. Редакция нашего канала присоединяется к поздравлениям и желает всем мамам здоровья и благополучия. Пусть ваши дети всегда радуют вас своими успехами и улыбками. Военнослужащий Саровской дивизии Росгвардии Александр Крылов наравне с другими участниками вышел на сцену, чтобы спеть песни о мире и войне, о службе и долге. 20-й фестиваль солдатской песни «Виват Россия» символично прошел в канун Дня неизвестного солдата и Дня героев Отечества. А приурочили концерт к 25-летию Городского союза старшеклассников «Статус». Именно союз старшеклассников является когда-то инициатором, сейчас организатором этого фестиваля. Старшеклассники выступают, старшеклассники ведут. И, собственно, это традиция, которая поддерживается в союзе на протяжении 20 лет. В концерте участвовали ребята из школ города, а также Саровского физико-технического института и медицинского колледжа. Каждый из них спел свою историю о войне, любви, дружбе и солдатской жизни. Лиричные, задорные, серьезные. На сцене старшеклассники, как и сами песни, были разными. Патриотическое воспитание никто никогда не отменял. Сейчас его вообще ставят во главу угла, поэтому это довольно важное, на мой взгляд, направление. И через музыку, через песню тоже идет воспитание. И еще какое. Ученица школы номер 5 Алина Тавторкина исполнила проникновенную песню «Молитва». В ней старшеклассница передала всю силу материнских чувств – боль и переживание матери за сына-солдата. Это песня из репертуара Людмила Гурченко. Это песня о том, как мать вспоминает о своем сыне. Данную песню я пою уже на протяжении трех лет. Мы каждый год с объединением ездим на различные конкурсы. И я очень часто выступаю с данной песней и занимаю почетные места. После концерта наградили лауреатов фестиваля и вручили им памятные призы. Сначала старшеклассники школы номер 10 снимали видеоролик «Ожившие воспоминания» для совершенно другого конкурса. Потом они решили попробовать свои силы на республиканском кинофестивале «Шуткар» в Ижевске. Игровой фильм ребята и руководитель группы Екатерина Баранова посвятили ветеранам и детям войны. Содержание ролика состоит в следующем. Внук приглашает дедушку поучаствовать в школьной дискотеке. Дедушка отправляется туда и на него нахлынут воспоминания о его молодости, о том, какие танцы были у них в юности. И как раз о встрече с бабушкой своей. И вот этот сюжет мы решили показать, как в 1945 году бабушка и дедушка повстречались, танцевали свой вальс победный. Над сюжетом, съемками и монтажом видео ребята работали сами. А танец поставила Арина Аркадьева, воспитанница танцевального коллектива «Задоринки» и исполнительница главной роли в фильме. Съемки видеоролика дались не без труда. Старшеклассники много репетировали и даже преодолевали холод во время танца в парке. Но все труды были не напрасны. На конкурсе группа взяла диплом третьей степени. Я принимал в массовке участие и был, ну, как сказать, танцором одним из трех. Репетировать было весело, занятно. Мы очень-очень долго репетировали вальс. Самое сложное, наверное, было то, что мы действительно не могли организовать свое время, а когда уже время стало подходить к концу, ну, мы стали не успевать и очень сильно торопиться, и все как-то накладывалось, приходилось откладывать свои дела. Но все равно было очень весело. Всего на республиканский кинофестиваль «Шуткар» в Ижевске заявили 111 фильмов из 22 регионов России от 46 студий. В этом году всероссийская акция «Исторический кроссворд» посвящена истории средств связи. Всего в ней приняло участие более 330 площадок по всей России. В Сарове кроссворд написали 20 человек. Организаторами и теми, кто выдвинул идею такого нестандартного формата, выступил Московский государственный педагогический университет. Также у них есть генеральный партнер – это государственная публичная историческая библиотека. В этом году участвуют как площадки и музеи, и библиотеки, и вузы. На акцию пришли желающие проверить свои знания и любители истории всех возрастов – от школьников до взрослых. Каждому участнику вручили тетрадь с кроссвордом. На выполнение заданий давался один час. Затать много чего нового для себя лично, поотвечать на вопросы. Думаю, будет интересно. Свои знания проверить, и она что-то новенькое узнает. После того, как участники выполнили и проверили все задания, на экране транслировались правильные ответы. Участники кроссворда сами подсчитывали баллы и смогли определить уровень своих знаний. В начале тетради, на второй-третьей странице, там проведен табель чинов службы почты в дореволюционной России. И можно будет определить, какому чину по сумме набранных баллов ты соответствуешь. И, скажем так, организаторы подошли не банально. То есть, мало того, что ты сможешь определить, какой чин, то ты еще и сможешь посмотреть и узнать интересную информацию о том, кто в действительности в царской России носил такой чин. Всем, кто принял участие в кроссворде, вручили сертификаты. По местному поверию считается, что матрешек должно быть столько, сколько звезд на небе. И тогда Полхов Майдан всегда будет богатым и процветающим селом. На такой поэтичной ноте ребята заканчивают свой мультфильм «Село игрушек». В нем воспитанники мультстудии рассказывают своим зрителям о полховско-майданской росписи. К созданию каждого своего проекта ребята подходят творчески. Мы обычно на две группы делаем, аниматоры и операторы. Операторы нажимают на кнопку «Энтер», а аниматоры двигают персонажей мультфильмов. Проделанную работу по достоинству оценила жюри медиафестиваля детского и молодежного творчества «Мы здесь» и присудила ребятам первое место. О знаменитой полховско-майданской матрешке ребята рассказали и в другом формате – новостном. Сейчас мы отправляемся в мастерскую Николая Васильевича и узнаем, как делают из вот такого полена такое прекрасное чудо. В своем сюжете ребята провели небольшое расследование, отправились на родину игрушки, побывали в музее и узнали, как ее делают. Я была там ведущей. Мне понравилась эта роспись и этот сюжет, потому что мы ездили в Вознесенск. Было очень интересно. Мы подробно рассказали, как создаются матрешки, всякие деревянные игрушки и как их расписывают. Этот ролик занял третье место медиафестиваля в номинации «Лучший видеосюжет». Конкуренция была серьезной. Организаторы получили более 200 заявок на участие, из которых 75 признаны лучшими. В их число вошли и работы саровских учеников. Интерактивные мероприятия для детей в художественной галерее проходят по темам различных времен года. Ребята из детского сада посещают небольшие экскурсии, смотрят мультфильмы и рисуют собственные картины на творческой мастерской. В этот раз организаторы посвятили программу «Осенней тематике». Как, почему и для чего художник изобразил именно такой пейзаж натюрморт. Оживший у нас будет натюрморт, то есть у них еще будет тактильное восприятие. Потом у них будет анимация, то есть через мультфильм они посмотрят, как художники-мультипликаторы тоже осень видят по-своему. А потом у них будет творческая мастерская. Экскурсоводы вместе с детьми рассуждали о красках и дарах осени, отгадывали загадки, играли в различные игры. А для своих рисунков ребята использовали такие интересные техники, как выдувание из трубочки, рисование поролоном и аппликацию. Мы смотрели мультик про кота. Еще мы разукрашивали картинки. Мне понравились в Бурилере рисунки, которые я рисовал, и пейзажи, которые висят на стенах. По субботам в 12 часов творческие мастерские и художественные галереи открыты для свободного посещения. На них могут прийти как дети, так и родители. Для справок звоните по телефону 702-87-702-94. Мероприятие без возрастных ограничений. В январе 2019 года в рамках национального проекта «Культура» стартовал масштабный проект «Цифровая культура». Его главные задачи – внедрить цифровые технологии в культурное пространство страны и создать виртуальные концертные залы не менее чем в 500 городах России. Четыре таких зала появятся в Нижегородской области. Один из них – в Сарове. Именно благодаря виртуальным концертным залам мы сможем приобщаться и наслаждаться выдающимися, яркими выступлениями российских коллективов и исполнителей. У жителей нашего города появилась уникальная возможность после рабочего дня окунуться в мир классической музыки. Горожане могут насладиться исполнением великих музыкантов современности, ведущих коллективов не только России, но и всего мира. Платформой по реализации данных филармонических концертов являются концертные залы Московской филармонии. Это концертный зал Петра Ильича Чайковского и концертный зал имени Рахманинова. 4 декабря в 18.00 сотрудники Дома молодежи ждут всех желающих на видеотрансляции из концертного зала имени Петра Ильича Чайковского – музыка нашего кино. А 5 декабря в 11 часов для детей и взрослых будет показана трансляция «Сказка и цирк» для лиц старше 6 лет. Дина уже однажды становилась героиней нашего репортажа. О непростой судьбе этой собаки летом писали во многих пабликах. Около полугода назад ее вместе с девятью новорожденными щенками выкинули на остановке в Сатисе. Но нашлись люди, которые не смогли пройти мимо и забрали к себе собачье семейство. Моя тетя очень долго пыталась подойти к ней. Она сначала не подпускала, но постепенно она все-таки разрешила подойти. Это было очень страшно для нее. В итоге мы ее забрали домой, постарались максимально сделать, чтобы ей было комфортно, чтобы она привыкла. Сильно она не переживала, она доверилась. Дина поверила спасителям и не ошиблась. Ее окружили заботой и любовью. Малышам быстро нашли новый дом. За их судьбой Виктория, Анна и Станислав следят и сейчас. Общаются с их владельцами и хранят фото уже повзрослевших щенят. Сама Дина изменилась в нашей последней встрече. Она у нас немного поправилась и ей это только идет. С улыбкой признается Виктория. Сейчас она живет с нами. Летом она из-за того, что не с кем было оставить, она поехала в отпуск. Она побывала в Крыму. Счастливая собака. Она любит купаться. Она раньше боялась лифта, но сейчас она с радостью выбегает, забегает в него. И вообще с этим проблем нет. Любит она других кошек, котов, ладит. Собаку Виктория взяла на передержку и оставить у себя не может. Вот уже шесть месяцев она безуспешно ищет семью для этой очаровашки. Поразительно, что после всех тех невзгод, что выпали на ее долю, Дина остается доброй, ласковой и открытой абсолютно ко всем. Своим обаянием она поразила и нашу съемочную группу. Даже согласилась сделать селфи. Правда, мы подкупили ее вкусняшками. Мы знаем команду сидеть, лежать. Мы умеем делать зайчика, мы умеем делать суслика. Получилось это как-то так случайно, но мы делаем это. Знаем ко мне. Пока нельзя, не особо знаем, но мы над этим работаем. Ну, еще несколько команд, в принципе, даже знаем. Учимся очень быстро. С этим вообще никаких проблем нет. Ей примерно два года. Дина стерилизована, привита. Она ждет своего человека, которому станет верным другом. Если вы захотите поближе познакомиться с Диной, звоните по телефону 8 960 182 23 49. С самого начала игры саровчане выбрали атакующий хоккей. Но буквально через три минуты после старта первого периода получили шайбу в свои ворота. Гол не сломил дух саровчан. Они продолжили брать штурмом ворота гостей. И уже через минуту сравняли счет. На протяжении всего 20-минутного отрезка игра оставалась напряженной. Но несмотря на несколько удалений в составе и Сарова, и старта, на перерыв команды ушли со счетом 1-1. В первом периоде много чего не получалось, потому что ранее не играем, катаемся с полдвенадцатого ночи. Это, конечно, большой минус. А так вышли, оклемались. Сейчас вот уже третья игра сезона показывает, что команда, в принципе, готова на 85-90%. Что первая игра с бором – это блинкомом. Все чиновники 4, уверена. Здесь, ну да, тоншаю, как бы, приблизительно все одинаковые команды. Во втором периоде напряженная борьба продолжилась. После затяжной атаки саровчанам удалось пробить оборону гостей и забросить шайбу. Выход соперника вперед подстегнул старт, и им удалось сравнять счет. Следующие 14 минут команды изо всех сил старались забить. Но, несмотря на удаление и в той, и в другой команде, счет на табло так и не изменился. Где-то не хватало хладнокровности первые два периода. Нужно было отдать – бросали. Нужно было бросать – отдавали. Поэтому, я думаю, в принципе, все хорошо. Все подходят вроде адекватно к играм. Все соскучились. Не знаю, посмотрим, что будет дальше. После двух периодов команды по-прежнему не уступали друг другу, показывая временами довольно жесткий хоккей. Но ближе к концовке матча ситуация изменилась. Гостям не хватило сил противостоять саровчанам. Итог – четыре пропущенные шайбы. Получалось сдерживать. Два периода в целом хорошо оборонялись. Единственное, что не получалось, что большинство моментов не реализовывали. Потому что во втором периоде была хорошая контратака 2 в 1. Ее запороли. В третьем периоде тоже в начале выход 1-0 не реализовали свой. Ну и по такой игре, если мы свои моменты не забили, то в конце силы уже закончились. Следующий матч ХК «Саров» проведет 4 декабря на выезде с команды «Кстова». 11-го саровчане сыграют дома с ХК «Урень». Особой датой в истории отечественного хоккея по праву считают 1972 год, когда советские хоккеисты скрестили клюшки с сильнейшим соперником – сборной Канады. Эта суперсерия стала грандиозным событием, за исходом которого следил весь мир. С началом 90-х в российском хоккее наступил тяжелый период. После победы на чемпионате мира 93-го наша страна еще много лет оставалась без высоких наград. Только в 2008-м сборной России удалось вернуть титул чемпионов. Сейчас в нашей стране действуют три профессиональные хоккейные лиги – КХЛ, ВХЛ и РХЛ, а также молодежная лига. Активно развивается детско-юношеский и любительский хоккей. Под руководством Сергея Макеичева ХК «Саров» не один год уверенно показывает себя на чемпионате области. В этом сезоне в состав команды вошли и юные хоккеисты. Вкладываешь душу, ну, не знаю, растешь талантов. Есть талантные у мальчишки даже здесь, в Сарове, которые, ну, я думаю, что готовы выстрелить. Люблю это дело, это мое любимое дело. В нашем городе будущих чемпионов воспитывают и тренируют в спортивной школе «Саров». Ее выпускники успешно выступают в профессиональных лигах. Роман Горбунов играет за «Минское Динамо», Данил Савунов – за «СКА Нева». Воспитанники школы выступают из-за ХК «Саров». Но даже если уходят из спорта, на всю жизнь сохраняют любовь к хоккею. Хочется пригласить всех желающих заниматься хоккеем. Еще раз говорю, занимайтесь хоккеем, любите хоккей, играйте в хоккей. Мальчишек и девчонок 2013, 2014, 2015 и 2016 годов рождения ждут на бесплатные занятия в спортивной школе «Саров». Справки по телефонам 906 00 и 626 22.